Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я еду на хребет Гребней. Мы его называем Мариоткин камень. И покажу дорогу. Многие из моих друзей просят показать дорогу. До него недалеко, 6 километров. Позади остался наш стерлян. А мы едем. Вот наш стерлян. Отъехал я от него метров 500. Ну, поехали, друзья мои. Я показываю, чтобы было видно, откуда я выезжаю. Выезжаю я из района Черемушки. Едем. Едем прямо, никуда не сворачивая, до родника. Это порядка около 2 километров. Там остановимся. Откажу вам родник. Откажу дальше дорогу. Вот, друзья мои, подъехали мы к роднику. Это родник освящен в честь Ильи пророка. Вот такая водичка вытекает из него. Смотрите. Ну, мы попьем водички и продолжим свой путь. Вот в 30 метрах от родника дорога раздваиваться. Вот эта вот дорога пойдет на гору Судовая. Судовая. А нам вот влево. На Марюткин камень. Едем. Вот, друзья мои, выехали мы на подперечную рамку. Правда, она тут уже вся заросшая. Дорога уже идет в гору. И сейчас будет крутой подъем. Киометра 2,5-3. Буду показывать дорогу. Продолжаем наш путь. Вперед. Вот, друзья мои, проехали мы еще. Около километра. Выехали вот на такую развилку. Вот такая вот поляна. И вот основная дорога пошла вот так вот. Левее, но она каменистая. Там крутой подъем, и она каменистая. А вот эту вот недавно, года два назад, дорожку сделали. Вот ее видно. Лес по ней возили. Она помягче и без камней. Поеду я по ней. Смотрите. Шиповник. Цветет. Красота в лесу. Какие цветы. Роза лесная. Как лес такой. Ну, продолжим свой путь, друзья мои. Впереди подъем. Будем подниматься. Едем. Вот я выехал слева. А вот это вот центральная дорога. Про которую я говорил, что она каменистая. Ну, ехать можно. В общем-то, я легко проехал. На любой машине, мне кажется, можно. Ну, конечно, лучше нам не дорожники. Посмотрим, вот дальше дорогу какую. Вот такая вот дальше дорога идет. Это, в общем-то, уже центральная, можно сказать. Сейчас там еще будет слева дорога. Я вам ее покажу. Остановлюсь там. Проедем сейчас немножко. Полюбуемся нашей уральской красотой. Ну, едем. Доедем до развилки. Вот такая дорога, друзья мои. Вот слева примыкает вот такая вот дорога. Она идет из Стерляна. В общем-то, она чуть прямее. Но по ней возили лес. Там внизу такие колеи. Она, в общем-то, непроходимая. Даже, ну, не дорожники. Колеи выше колена. Ну, пешком конечно, можно в легкую. Ну, вот осталось нам буквально километр до Морюткина камня. Покажу вам такую вот каменистую дорогу. Вот раньше лет 20 назад, когда здесь не возили лес, эта дорога, она вот, видите, как вот будто вымышлена камнями. Она вот такая ровненько была. Потом все вымыло. И камни вот такие вот на дороге. Видите, какое состояние. Такая вот дорога. Ну, продолжим свой путь. Покажу вам еще одну дорожку, которая примыкает слева. Та интересная дорожка. остановимся еще раз. Посмотрим ее. И вот показываю еще одну дорогу. Она у нас, получается, выходит слева. Вот так мы едем. И вот она примыкает. Эта дорога, в общем-то, неплохая. Может, я даже и обратно по ней поеду. Тут лесовозы не ходили. Я ездил в том году. Колеи есть, конечно, но не критичные. Так что ехать можно. Вот основная дорога. Интересно, друзья мои. Утомил, наверное, я вас своей дорогой. Ну, полюбуйте с лесом. Такой у нас лес. Это уже тайга. Скоро будет. Ну, едем. Еще немного осталось. Ну, друзья мои, проехал я метров 300. От того места, где я показывал дорогу. И вот сворот на Марюткин камень. Сейчас мы подъедем. Покажу вам его. Вот такая вот заметка. А эта дорога пошла дальше. по по можно проехать на малышей химские гребни, на столбы, на ближние столбиши, на малые столбиши, на журболото. В общем, идет затерляние. На журболото может попасть. Давайте подъедем, покажу вам Марюткин камень. Ну, друзья мои, я и подъехал. Вот Марюткин камень. Посмотрите, с нее открывает чудесный вид на наше село Терлян. Ну, мы пойдем сейчас вот по этой дорожке метров 200 и выйдем на вершину гребня. Ну, это уже будет в следующем видео. Я вам покажу. Буду снимать. Ну, а пока до свидания. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. До встречи в следующем видео.